Музыка Хотел бы я начать свою проповедь с простых вещей. Я бы хотел вам зачитать простое стихотворение. Я, может быть, даже и не знаю, или вы знаете вообще этого автора. Знаете, когда я прочитал это стихотворение, оно для меня, знаете, было затронуто изнутри меня. По писанию, по отношению и стихи Дементьева. Я ненавижу в людях ложь. Она порой бывает разной, весьма искусной или праздной и неожиданной, как нож. Я ненавижу в людях ложь. Ту, что считает безобидной. Ту, которой мне стыдно. Хотя не знаю. А ты меня лжешь. Я ненавижу в людях ложь. Я негодую и страдаю, когда ее с улыбкой дарят. Так что, сперва не разберешь. Я ненавижу в людях ложь. От лжей к предательству полшага. Когда-то все решала шпага. А нынче старый стиль не гошь. Я ненавижу в людях ложь. И неприемлемо объяснимый. Ведь человек, как дождь весенний. Он, как чистый, а пресский дождь. Я ненавижу в людях ложь. И знаете, из самого стихотворения, она начала говорить лично мою жизнь, лично мои отношения. Как порою, иногда мы, знаете, скрываем внутри себя. Знаете, вот это как бы отношение неправильное. Мы скрываем, мы даже улыбаемся, как в стихе говорится о том, что оно бывает порой, знаете, даже не поймешь, какая она. Тебе улыбаются в глаза, тебе говорят, тебе что-то советуют, тебе как-то относятся. Но когда ты узнаешь, что это было просто ложь. И ты порой не знаешь, как себя вести себя. И знаете, можно говорить о том, что да, ложь это, знаете, вокруг нас. Мы когда-то выросли в ней. Мы сами были такие. Но сегодня, ну что, Бог ради, я такой стал хороший. Я стал христианином. Я пришел к Машеиху. Нет, нет, он меня привел к себе. И он очистил меня, оправдал меня. И я стал новым творением. Но порою даже в новом творении мы проявляем себя. Вещи, которые даже не понимаем. Почему я так поступил? Почему я мог так сказать? Почему я мог так, знаете, ухитренно повести себя? И знаете, в этом всем есть, ну, прямое и нормальное объяснение. Вы в Писании, начиная с бытия. И мы, знаете, нам не надо объяснять или рассказывать, как Бог сотворял. Он сотворил Адама, знаете, и он увидел, что он нуждается в чем-то более. И дал Господь ему жену. И назвал ее Евой. Но при этом всем Господь давая Адаму, знаете, всем в пользование. И даже, знаете, представление о том, как Адаму было хорошо, я даже не могу представить. Мне бы хотелось бы представить. Я уже, знаете, порой рисовал разные картины. Я себе представлял себе, как это было хорошо. Знаете, это, ну, я не знаю, это природа. Животные, которые с тобой разговаривают, которых ты понимаешь. И у тебя вся атмосфера была для тебя. Я, знаете, представлял себя, где-то уезжая, ходил по лесу или ходил по какой-то природе. Говорю, Боже, как все прекрасно, как все хорошо. Но понимая, что, знаете, того отношения, которое было у Адама, мне надо его пережить. Но переживая его, я могу только в молитве и соединяясь с ним. И знаю, что когда я буду иметь встречу с Богом, это гораздо превосходнее, чем я сегодня имею. Я могу представлять, я могу себя наслаждать. Но Адам, имея это все, он не имел заботы. Но Бог, видя отношения, видя, я знаю, что ему нужна жена. И, знаете, и все в этом, при этом всем Бог говорит, я тебе все разрешаю делать. Бог говорит с Адамом. Он с ним имеет общение. И написано, что в прохладе дня он имел с ним общение. Он гулял с Богом. Думаю, как бы я хотел бы сегодня прогуляться с Господом, прогуляться в отношениях, поговорить с Ним, рассказать Ему, услышать Его совет, услышать Его отношения, что Он думает, что Он хочет мне сказать. Но Бог говорит, я все разрешаю тебе. Но вот от этого дерева не ешь. И Адам даже, знаете, ни в чем себя не затрудняя, Он исполнял Божьей воли. И можно сказать, как-то так получилось все, но не так, как оно бы хотелось нам. Я вам скажу, что у Бога нет ничего, знаете, ну просто так происходящего. И Ева, гуляя или отдыхая, или смотря, проходя возле этого дерева, и мы помним, что был здесь змей, и Он начал разговаривать с ней. И когда читаем Писание, мы читаем в бытие, говорим, что Он начал ее обольщать, обольстил ее речью. Если смотреть, ну как бы для меня был приемлемо перевод, или как бы интереснее для меня было, это то, что Он стал, знаете, быть хитрым, ухитряться, говоря. Если посмотреть, что вы, находясь в Божьем помазании или Божьем богословении, с Богом, там не было ничего худого. Ты не мог ничего сделать худой, вообще ничего не мог. Ты не мог. Ты не мог, знаешь, ну даже представить, что ты можешь согрешить прямо там. Ты даже не мог тебе представить, что ты можешь это сделать. Но дьявол, он, знаете, или он своей хитростью, он начинает ей рассказывать. Разве он, что ее обманули, скажите мне? Нет. Потому что он, начиная, говоря ей, то, что тебе еще не открыто, то, что ты еще не знаешь. Она говорит, попробуй. Он говорит, нет, Господь сказал, не ешь. Она говорит, а почему? Ну, потому что не сказал, не ешь. А, потому что ты умрешь. Да не умрешь ты, Ева. Да не переживай. С тобой все будет нормально. Вот только ты, когда вкусишь, ты узнаешь гораздо больше. Что-то было такое соблазнительное или было на этих хитро построено? И Ева, послушав его, говорит, хорошо. И когда она вкусила, что-то ей открылось в этот момент? Нет. Она открылась только тогда, когда она принесла своему мужу. И говорит, вкушай, кушай. Она так вкусна. И когда он вкусил, и у них открылись глаза. Разве Бог не знал, что произошло? Скажите мне. Знал. И для него не было, знаете, что-то скрыто или утаенно. Но когда он прохаживает, он обращаясь к Адаму, говорит, Адам, где ты? Я хочу с тобой поговорить. Я хочу с тобой пообщаться. И Адам, знаете, он прятает от Бога, говорит, Бог, я слышу тебя, но я не могу выйти. Он говорит, почему ты не можешь выйти? Он говорит, извини, но я наг. И Бог задает вопрос, кто сказал тебе об этом? Как ты вообще представил, или подумал, что это... И тут происходит, уже начинается момент, знаете, отгораживание себя, оправдывать себя. И слово оправдание, это искать моменты, знаете, скрыть себя и подставить или переставить кого-то другого. Вот это оправдание. И мы часто всего встречаемся с жизнью с оправданиями. Чаще всего мы говорим, ну, понимаешь, я так думал, я так знаю. И мы начинаем выстраивать, даже не представляя, какие последствия нам могут вообще принести. Разве Адам думал, что может его ожидать? Я вам говорю, что вообще не думал. Он думал, что он оправдается, он скажет Богу, вот ту жену, которую ты мне дал, и она это все сделала, и она послушала этого змея, и он начинает рассказывать. И Бог говорит, подожди, Адам, не я ли тебе это сказал? Не я ли положил в основание это все тебе? И Адам остался перед Богом раскрытым не только как физически, но и духовно, душевно перед Богом. И этот стих, он стал меня затрагивать о том, что мы искренне не любим, когда нам врут. Но порой мы бываем, так же поступаем, так же себя ведем. И мы видим продолжение то, что происходит. Бог говорит, за то, что ты послушал меня, за то, что ты послушал не мое слово и не придержался мое постановление, я хочу вас сегодня высвободить в другую территорию. И скажите, там разве была лучшая территория? Абсолютно нет, потому что Бог говорит, что тебе надо делать, что будет происходить с тобой, из-за того, что ты сделал. Из-за маленького непослушания они отвечают своим действиям, отвечают перед Богом. И мы видим, как все начинает расти. Расти уже, знаете, не только грех, ложь, неправда. Дьявол, знаете, он, мы называем его, он тот, который хитро поступает, что-то говорит, и мы знаем точно, что он пришел украсть, убить и погубить. Слово украсть для меня приемлемо, он пришел обмануть тебя, схитрить, пообещать, рассказать тебе, что ты можешь иметь, и что тебе за это ничего не будет. И что отвечать даже не придется перед кем. И он начинает действовать для нашей жизни именно вот так. Вот так вот. И, знаете, и Бог показывает в Писании, когда, знаете, брат убивает брата, все в бытие, все в начале. И когда, из-за чего? За то, что не было принято жертва, за то, что Бог не посмотрел не так, как ты бы хотел бы на это время. и это приходит, знаете, это вот как бы обида. Обида. Это то, что делает дьявол. Он показывает моменты, говоря, послушай, подожди, дорогой, подожди. Ну, ты же видишь, да, у твоего брата Бог обращает внимание. У твоего брата все хорошо, а у тебя так плохо. Кому ты нужен здесь вообще? Если ты Богу не нужен, и у брата появляется, знаете, вот эта ненависть. Ага. Значит, он хороший, а я плохой. Значит, Бог его любит, а меня не любит. Значит, он хочет, а меня не хочет. Это тот, знаете, обман, это хитрость, которая началась с Иева, которая началась, просто она приняла. Ничего сложного у него там не было. И мы видим, когда Бог обращается к своему сознанию. Он говорит, подожди, подожди, слушай, ты не видел брата своего? И мы знаем, это, знаете, ответ. Я что, брату своему сторож? И мы знаем, что произошло уже убийство. И там уже мы читаем, что произошло, знаете, вранье уже перед самим Богом. Откуда я знаю, где мой брат? Но Бог обращается, говорит, послушай, ты знаешь, где? Потому что кровь взывает от земли. Кровь обращается ко мне. И когда все было раскрыто, как порой, знаете, нам не хочется видеть или слышать, как нас раскрывает Господь. Мы говорим, да нет, Боже, я же верю в Тебя, но Ты же понимаешь меня, ну все нормально, ну было как-то не так, ну поступил не так, ну что ты сказал не так, ну ты прости меня. И мы четко знаем, в молитвах, в новозаветниках, мы помолили за какие-то поступки, Бог прощает, но я скажу вам, то, что мы сделали, оно имеет последствия, оно имеет действия. И Господь показывает нам по Писанию, каждый обман он ведет за собой последствия. Каждое представление то, что мы хотим так думать, оно происходит явно в действии. Маленький пример. Авраам имел красивую жену, любимую жену, и для того, чтобы, знаете, не пострадать себе хорошего, он говорит своей жене, послушай, мы сейчас будем проходить возгодного царя, но так, чтобы ты понимала, нам надо сохраниться. Ты в предмении не жена, ну вот на какое-то время, ты моя сестра. Помним этот момент, да? И фараон, и царь увидел идущую, прекраснейшую. Он говорит, ты кто? Он говорит, я, царь. А ты, я одна, все хорошо. И царь приглашает домой. И уже, знаешь, намерен был ее взять в жену. И ночью Бог говорит ему, что ты делаешь? У него муж есть. Вот царь, не знавший Бога, никогда его не слышал, он начинает слышать Бога. и он говорит, отдай и извинись. Что-то сделал Авраам неправильно, скажите? Он собрал. Он, знаете, да, 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 извините, хорошее слово, слукавил. Боже, как нам хорошо, приемлемо. Он слукавил, пошутил, шалунчик. Знаете, как в этом мультике про Карлуса, помните, да? Пакер-бок бегает там, и говорит, что-то у меня жужжит, вот это в ухе. А Карлус летает, это ях. Да, ой, шалунчик ты. Помните этот момент, да? И потом она поет песню, такой, я, Саша, с ума. И начинает звонить по телефону. Ну, Авраам точно знал, что он делает. Он точно понимал, он не боялся за Сару, он не боялся за своих людей, он просто боялся за самого себя. Знаете, почему он боялся? Ну, как же, Бог что-то хочет сделать со мной? Он хочет меня вывезти. А если меня убьют? А если меня арестуют? А если, знаете, это все вопросы, есть ли, есть ли, есть ли, он долго не думает. Но когда царь говорит, почему ты не сказал, что это твоя жена? А разве я бы что-то сделал бы тебе худое? Он говорит, ну, ну, не знаю. Как просто нам иногда поступить, как говорится, с хитростью? Как просто нам иногда в служении, знаете, или сказать, ну, ну, так надо сделать. Как? Почему ты не пришел на служение? А, много работы. Хорошо. А почему ты не был на домашней группе? меня позвонили там на другую домашнюю группу. Я тогда пошел туда вроде бы, но не дошел, потому что надо было мне молиться. Ну, понимаешь, и мы начинаем придумывать то, что не существует. мы обманываем самих себя. И порой, знаете, это как ком. Если его не остановить, он будет все больше и больше и больше и больше. В конечном итоге он имеет силу наката и разрушения гораздо больше, чем этот маленький, маленький при начатке этот комок снега. Маленький. Но нам же интересно его катнуть, нам же интересно его. если мы не можем себя остановить, то лукавый он будет, знаете, нас просто толкая, чтобы мы стали такими, как он хочет. И мы, знаете, говорим, мы же верующие, мы имеем столько сил, Боже, мне так, ну ты же помоги мне, Бог говорит, подожди, сейчас покайся. А в чем, Боже? Ну, даже за то, что ты говоришь, что как бы я здесь ни при чем. Как Авраам, ну разве что, он сделал плохое. разве сделал что худое. И стих меня подводит к тому, что говорит, я не люблю, когда меня смотрят в глаза и врут. Иногда, порою, ты получаешь, знаешь, спину нож. Ты получаешь неожиданно и даже не подумавши, что такое может произойти. Ложь, знаете, это как, я бы взял бы, к примеру, два стула и на одной написать Иож, а на другой написать истину. И ты не знаешь, порой, где ты сидишь. Ты садишься, потому что тебе это хорошо. но ты начинаешь в этом вникать, что это тебя где-то ставит какую-то ограду, какую-то защиту, твое вранье, это стула становится тебе удобным, это стула становится тебе удобным, оно становится тебе хорошим, и ты у себя нормально чувствуешься. Почему? Потому что оно тебе нравится. Но когда ты хочешь посидеть на правде, что-то иногда не получается. Иногда что-то как-то неудобно, ты себя чувствуешь там себе. Почему? Или ты истинно верующий, или ты остаешься тем же. Трудно нам разобраться порою, кто мы. Нам трудно поверить, что я могу соврать. Я вам скажу, что, знаете, я не беру пример всех или кого-то. Я могу взять в себя пример. Не успевая куда-то, я говорю, сейчас через минут 10 я буду, зная, что я точно не буду через 10 минут. Зная, что я буду где-то через минут 40, точно буду. И я начинаю через каждые 5 минут звонить и оправдываться. Я через каждые 5 минут начинаю строить перед собою, найти вот такое оправдание. Разве сложно сказать, что извини, мне не будет через 40 минут, и я могу задержаться, и я еще могу опоздать. И мы, когда приезжаем, я, когда приезжаю на какое-то место, и все, я такой, ну все, я оправдался, все хорошо. Мне говорят, ты нам звонишь уже 40 минут. Я говорю, ну, я думаю, какая причина могла быть? Да никакой. Никакой причины. причина, что я хотел оправдаться. Причина, то, что Адам хотел оправдаться перед Богом. Причина, то, что Адам хотел объяснить Богу, кто был виновен этом всем. Он начал выкладывать кучу аргументов о том, кто был виноват. Боже, ну ты же создал и для меня. Вот ты и виноват, оказывается. Вместе с моей женой. И знаете, и подтекст, оно просматривается такое, что я еще не просил тебя вообще-то все делать. Ты мне дал ее? Вот ты ей отвечай. Вот с нее спрашивай. Это оправдание, когда мы хотим выглядеть правильными. Но не просматривая то, что мы начинаем уже врать. Мы начинаем уже к этому привыкать. И человек, который, знаете, не любит истину, а как бы говорит, ну я не люблю неправду. Я во всех ищу, чтобы они мне не соврали. Я во всех смотрю, чтобы они правильно сидели, правильно молились, правильно читали, Писание, чтобы они ходили на ту домашнюю группу, чтобы они вот так ходили вот на это служение. Я вам скажу, эти люди однозначно скажу вам, что они согрешают перед Богом. Во-первых, ходишь ли ты туда, на ту группу? Во-вторых, читаешь ли ты Писание? В-третьих, насколько ты любишь этого человека, о котором ты говоришь? И если этого нету, и твое внутреннее, знаете, IQ, самоуважение, самопочтение, само-само удовлетворение в том, что ты самый лучший здесь, я вам скажу, что это обман. И точно знаю, что в этот момент, в свое время, пришел лукавый и сказал, что ты лучший, что ты прекрасен, слова нет, что ты самый духовный, ты самый почитаемый в этой общине или в церкви, ты настолько все проницающим своим взглядом, ты как пророк, который ходящий в речищах, ты все знаешь, ты все понимаешь, ты не находишься с ними в теле, но ты в духе точно находишься со всей общиной. И точно ты знаешь, кто где когда сел, кто когда пришел на какое служение. Вот тут самый натуральный духовный обман, самый натуральный. Тебе нравится сидеть на стуле, в котором написано ложь. И это грех. И из-за этого отношения, из-за этого поведения, поверьте, нам придет. Он говорит, ну да, я покаюсь, да, мне Бог обличит, я точно скажу вам. Если мы не покали до этого времени, вряд ли мы покаемся потом. Знаете, почему? Это как ком, который катится, а ты в нем. Ты качишься до того периода, пока ты не разобьешься об что-то. Пока ты не разобьешься, а можешь разбиться только при встрече с Богом. Потому что при встрече с Богом ты не выдерживаешь ничего. Он раздевает тебя изнутри. И он точно говорит, что ты голый стоишь передо мной. Ты стоишь голый, стоишь передо мной. Что ты можешь мне сказать, противовес? Что? Ну покажи мне, что ты можешь сказать? И мы говорим, ну я, ну понимаешь, Боже, ну ты же мне давал. Он говорит, я тебе этого не говорил. Я не говорил тебе смотреть за всеми. Поверь, что я гораздо лучше смотрю вместо тебя, чем ты думаешь. Потому что я знаю каждое сердце, каждый язык, каждое мышление. Я все знаю раньше, чем оно произошло. И это то, что меня, знаете, просто затронуло. Простой стих. Простой. Ничего там духовного. Ничего там, знаете, ну сверхбожественного. Просто стих. я не люблю, когда мне врут. Я не люблю, когда мне человек врет. Почему? Потому что мы из этого вышли. Мы вышли. А я вам скажу вам, в детстве, знаете, мне порой нравилось так врать, ну как нашим детям. Они же врут и думают, что они так соврали, что не только все поверили. Поверьте, я так в свое время один раз маме соврал, я до сих пор, давайте, поверьте мне, до сих пор я анализирую то вранью, я в него, знаете, где-то вот там я не могу разделить, это была правда или нет. Послушайте, я сам это поверил. Я сам это вжил, это представление вранья. Я до сих пор думаю, как я так мог, как я так мог прийти и маме вот так вот рассказать вот такую историю. Мама, ну ты понимаешь, как это было, вот так, вот так, вот так. Я поверил в это. Вы мне хотите спросить, или я покаюся перед мамой, да? Но я покаюся перед Богом, говорю, Боже, спасибо, что ты меня простил, меня Боже. А я четко знаю, что Писание говорит, когда ты идешь к Господу, принося жертву к Нему, и знаешь, что произошла у тебя шкандаль, не вздорик, оставь свой жертвенник, жертву кто-то принес передо мной, и пойди примирись. Пойди примирись. Знаете, примирение, это самое больное, что хочется нам сделать. Почему? Потому что наша внутренняя гордость, любящего Господа, а там точно нет уже любящего Господа, наша гордость, любящая нас, а мы ее, она настолько не хочет, чтобы мы пришли и примирились, чтобы мы пришли и извинились за свои поступки, поведение, что мы делаем. Оно так больно. Послушайте, оно так вот тут вот происходит, что такое ощущение, что у тебя не то, что, как говорят, кошки шкребутся, у тебя ноги упираются, и не хочешь никуда идти. Вот перед Господом я могу покаяться. А что? Я же его не вижу. А вы представьте себе, как Адам хотел оправдаться перед Богом. И когда он был выставленный вне отношения Божьей, я не думаю, что он радовался. Я думал, печали больше у него не было. Но он верил, что однажды будет иметь встречу с Богом. Однажды он будет. И Адам практически уже не описывается в Писании. Авраам поступает, думая, чтобы он делать правильно. Но последствия мы видим в его сыне. Видим или нет? Мы видим в поколениях. Мы видим, как дети поступают из-за того, что так, ну вот так, мамы хотели сделать. Когда мама хотела, чтобы богословение младшему сыну принадлежало больше, чем старшему сыну. И при этом всем мы знаем эту историю, как это все было, знаете, все выложено. А как это старшему? Старший у нас это вот стреляет из лука, бегает за оленями. Он, знаете, такой у нас боевой парень, а младшенький, такой маменький сыночек. Мама так любит сыночка, что прям готова на все. Но за то, что делает мама, страдает потом сын. За то, что, знаете, говорится, мы уже получили богословение из-за лжи. Мама сознательно взяла на себя ответственность и говорит, сыночек, сыночек мой дорогой, послушай мамочку. Мамочка худого тебе не желает. Ты же знаешь, мой любимый сыночек, что мама тебя любит. И сыночек говорит, мамочка, это правда, ну, Боже мой, Бог свидетель. Что мама тебя любит. Что мама тебя хочет самое лучшее. Папа уже плохо видит, сыночек. Папа уже, знаете, даже не слышит уже, даже уже. Ты знаешь, сыночек, я тебе хочу, кто тебя больше. Он даже нюх потерял уже. Но, знаете, не тут все так было. Сыночек приходит, приносит пищу, одел одежду. Папа говорит, ты кто? Я старшенький. Помню, да? Или можно прочитать? Да, ну, давайте, как-то интересную историю мы будем с вами читать, для того, чтобы она была для нас интересной. Это, знаете, история об Исааке и Ревайке. И Ревайка, она настолько интересно любила сына, что даже, знаете, не жалко было старшего сына Исааке. Да или нет? Да. И Исаак, он, знаете, поверил Иакову. Поверил, что это не Исаак. И то, что произошло, знаете, вот эта замена богословение Бог, знаете, просто Бог верен своему слову. Он говорит, если ты богословишь, я богословлю. И отец богословляет, и богословение приходит во всей полноте. Я вам скажу, что сын особо ничего не пережил. Что я вам скажу? Особо даже ничего не пережил. Я вам скажу другое, что он потом спросил мамы, или это все так правильно произошло. Мама сказала, все окей, сыночек, усы добрые. И когда приходит и узнает старший, и он начинает просить, молить отца, отец, я прошу тебя, я старший, кого ты послушал, разве не я ли имею право на богословение, не я ли имею на это все, то, что дает Бог. Он говорит, да, сынок, ты имеешь. Да, точно ты имеешь, но я не могу ничего поменять, я не могу ничего изменить, я не могу. И он был расстроен, и он настолько был злой на своего брата, что он был готов в старший брат пойти и, скажу вам честно, даже готов был убить его. А мама здесь тут как тут. сыночек, ни одного дорогенького не имею, ноги в руки извиты бегом. Я тебе скажу серьезно, старшенький такой мая леху на тебе. И Писание говорит, что ты будешь у него потом, знаешь, как раб ходить. Но Бог делает милость. Вы знаете, что Он делает милость? Но наказание приходит за вранье, за то, что мы слушаем порой кого-либо, но только не служителей. Мы готовы слушать что угодно, но не то, что нужно слушать. Мы читаем иногда то, что нас не назидает, но мы хотим это так быть назидаемо, мы хотим, потому что нам так нравится, потому что нам так удобно, и нам без разницы, что нам говорит нам служитель. Нам без разницы, но мы же духовно, мы же все разбираемся нормально. И порой приходит, знаете, такой просаг. Одно не получилось, другое не получилось. И тут Лукава начинает сеять в тебя, в меня, он начинает сеять вот это недоверие, он начинает сеять вот эту хитрость, он начинает сеять вот это, знаете, а почему я, это другой. И мы отдаляемся так же шагом от Бога, мы отдаляемся, мы начинаем верить в самого себя, мы начинаем верить, что я смогу победить, я смогу устоять, я все понимаю, Но все это ломается очень быстро. Больно. Это то, что было поломано в жизни младшего брата. Он получил богословение. Но когда он получил, знаете, имел жену свою, да? Одну. Потом еще вторая была, почему-то оказалась. Потому что отец говорит, ну не гоже. Младшие выйти раньше, чем старшие. И мы видим все эти последствия. Мы видим, что происходит на самом деле. Мы видим это? Мы видим, как, знаете, то, что жена, любимая жена, она берет из дома отца этих башков. А муж не говорит даже своему тестю, что я ухожу. Он встал, собрался и ушел. Ну потому что так уже время пришло. И когда отец начинает узнавать, что через три дня уехала вся их семья, родына, он долго не думает. Догоняет. Находит. Помним эту вещь? Находит их башков. Находит это все. Он говорит, что ты делаешь? Вранье и, знаете, хитрость, оно преследует нас изнутри. Оно является открытой для нашей жизни. Оно открытым является. Если мы думаем, что лукавый, он будет поступать как-то вот так вот, знаете, что он что-то сделает, какое-то непонятное, явное, то, что вот мы знаем, что он может сделать. Поверьте, ему легче всего прийти с хитростью. Ему легче всего дать нам внутри себя, что мы лучшие, что мы еще лучшие. И то, что ты немножко обманул, ничего страшного в этом нет. И то, что ты не хочешь что-то делать, ничего страшного. Но Бог же тебя же не убил. Бог же тебя не выгнал из общины или из церкви. Бог же не унизил тебя. И вот дьявол начинает действовать и унижать нас. А мы считаем себя все нормальным. И то, что, знаете, как бы в этом стихе меня убедительно начал затрагивать, когда мы смотрим в глаза друг другу, мы ожидаем правду, мы ожидаем искренности, мы ожидаем отношения. Знаете, говорит, и возлюби ближнего своему, как кого? Как самого себя. Возлюби их. А если мы себя любим в Господе, мы любим ближнего в Господе. Однажды на молитве, знаете, я молился, и начал я чувствовать, что Дух Божий начинает говорить мне что-то нечто. Настроение было, ну, не очень интересно. Ну, просто не было настроения. Я говорю, Боже, я молю Тебя, Господи, я устал немножко на какое-то безнастроение, в каких-то делах. Я говорю, послушай, поменяй мне что-то, ну, измени меня сейчас. Я начал молиться, молиться. И вот я иду, Боже начинает говорить, послушай, ты имеешь любовь? Я говорю, да, Боже, я так Тебя люблю. Он говорит, подожди, остановись. Ты любовь имеешь? Я говорю, ну, Твою, да, Свою имею. Она говорит, нет, к ближнему своему ты имеешь любовь? Я говорю, ну, Боже, ну, что ты меня спрашиваешь? Ну, и ты знаешь, что я люблю. Он говорит, нет. Я говорю, как нет? Скажи мне, как ты смотришь на своего ближнего? Я говорю, я смотрю своими глазами, я смотрю через, ну, как бы, как на тебя. Я говорю, ты хорошо сказал, как на тебя, но ты не смотришь через призву моих глаз. Я говорю, что ты мне такое сложное? Я сказал, что я не могу понять это вообще. Как это я могу смотреть твоими глазами? Как это я могу? Он говорит, есть ли когда ты говоришь? Вот имени моего, то не я ли вкладываю в тебе, в уста твои? Я такой, ну, да, Боже, я понимаю. А если ты смотришь на ближнего, ты смотришь, как в любящего во Христе, в Ишуа? Я говорю, да. Ты веришь, что я в каждом из них? Я говорю, да. Так я в тебе. И я остановился. Я начал понимать, что мне надо смотреть через Иисуса Христа, через Ишуа Машеиха. И я знаю точно, что смотря его глазами, я смотрю, знаете, с любовью, я ничего не могу сделать вообще худое в проекции. Я вообще не могу даже подумать что-либо другое. я говорю, Боже, какой ты Бог? Он говорит, если ты будешь удерживать мой взгляд в себе, ты будешь ходить моими путями. Но когда ты будешь смотреть своими глазами, ты будешь смотреть и раскрываться в тебе не мое. я начал плакать и каяться перед Богом за то, что я иногда поступаю как человек. Я говорю, Боже, я попрошу Тебя, избавь меня от этого. Избавь меня от этого. Давид, чтобы получить что-то, ему надо было что-то схитрить, сделать, дабы получить. Он отправляет мужа, жены, чужой, для того, чтобы завладеть. Не хитрить ли это? Не обман ли это? Кого он хотел обмануть? То, что он сделал обман, то, что он сделал, оно было явно. Мужа его отправил на самые передовые. Поставьте его там-то там-то, он сделает то и то, и все нормально будет. Но последствия есть. Последствия в его жизни. И он отвечает за эти последствия. Он умаливает у Бога, Боже, я знаю. Но как он об этом узнал? Разве у него не было совести? Была совесть. Но пришел пророк, ему сказал, скажи мне, Давид, если кто-то придет и украдет овец, что ты будешь делать? Он говорит, я заставлю споймать этого вора. Я заставлю его встать перед народом, чтобы все видели вора, который украдет этих овец у бедного населения. Он говорит, Давид, я хотел сказать тебе попроще. Этот вор есть ты. И у Давида все опустилось. Знаете почему? Ему нужно было пристать перед всем народом и сказать, что я вор, обманщик. А как ему стать, если он избранный Богом, помазанный? Как ему стать? Как нам порою выйти не за кафедру, даже не на ту ступеньку, выйти и сказать, слушай, прости меня, дорогой брат, прости, дорогой брат, по-человечески поступил. Мы не можем это сделать. Или не хотим. Ну как это? Я же в церковь хожу. Как это? Я же в Бога верю. Ну как это? Я же занимаю какое-то положение. И мы, знаете, себя огораживаем, оправдываем. Извините, я просто не хочу, знаете, сегодня, что, знаете, я просто раскрываю то, что я переживаю за последних пару месяцев. За последних этот момент, когда Бог мне открыл это стихотворение, я подумал, как я выгляжу там. Я не читал его, знаете, просто для кого-то. Вот это неправильно. Я читал его для себя его. Я читал его для себя, чтобы посмотреть, в каком состоянии я нахожусь. Всегда ли я слушаю Господа? Всегда ли я исполняю то, что он говорит? И я говорю саму себе, и говорю на основании Писания, на основании жизни? Не всегда, не всегда я даже исполняю то, что нужно было бы исполнять. Я не всегда могу признаться то, что нужно признаться. И у меня есть духовный наставник, я звоню ему, в любое время говорю, слушай, я хочу с тобой поговорить. Он говорит, хорошо, приезжай в Киев. Знаете, я порой сажусь и еду, чтобы мне иметь, знаете, отношение разговора. То, что послание говорит, в Яков, мы иногда даже, ну, не хотим подумать, что так нам нужно иногда поступать. имейте разговор и покаяние перед кем? Перед друг другом. Имейте исповедание, имейте, знаете, вот это то, что вы можете сказать. А мы говорим, нет, я помолюсь, этого достаточно. Нет, я знаю, что Бог все сделал. Нет, я все хорошо. Нет, только не с Ним. Нет, что нужно признаваться. Мне же Бог простил, я же помолился. и мы себя так вот напрягли, что все хорошо. Мы отпустили себя, помолились, Аллилуйя, Боже, мы такие рады, все хорошо. Увидели, значит, своего знакомого, брата или кого-то другого, хай, привет, как дела у тебя? А он на тебя смотрит, говорит, не люблю тебя. Ты противнее мне в моей жизни. А ты ему улыбаешься, ну, Бог меня простил, а мне безразличны, что с тобой происходит. Бог так не смотрит, Машиах так не смотрит, Он так не поступает, Он так не делает. Его хотели в чем-нибудь обличить и не могли, потому что нечем было, нечем. Даже хотели что-то, ну, вот, подавать в устах, в жестах, в поступках, не могли, потому что Он являл Божью славу, Он являл поступки Божьи, Он являл себя как человек, который может поступать правильно, может за собой следить и имеет на это богословение поступать и действовать правильно. И нету лучшей, значит, сегодня, чем Писание. Нету лучшей, то, что мы можем принять от самого Господа. Нету. Знаете, многие поэты, они писали стихотворение и они использовали места Писания. Они использовали, потому что знают, что в них есть вдохновение. Но ничто не может заменить, как Слово Божие. Ничто не может заменить Господа в нашей жизни. Ничто. Как только отношения, которые мы имеем с Ним. Адам, он хотел просто оправдаться. Авраам, он хотел просто спрятаться. Наши патриархи, они хотели просто поступать так, как это было бы правильно с их точки зрения. Но за это все приходит ответ. За свои поступки, за свои дела. И знаете, думая, что мы имеем в Новом Завете, что мы имеем какой-либо пример. Если даже Иуде было предназначено, что он предаст Машиеха, он хотел оправдаться. Помните, эта история, она действительно показывает, что он хочет оправдаться. Когда он принес обратно тех 30 серебряников к священникам, сказал, слушайте, заберите их, они мне не нужны. Они ему говорят, вот это вот нечистое мы не берем. Это цена твоего предательства. Это цена твоего вранья. Это цена твоей хитрости. И он, когда он опустил свою голову, и он понимает, что все закончено. И при этом все он еще пошел и сделал себе худое. Знаете, я знаю точно, что неуместно спрашивать у христиан, есть ли у тебя времена, когда тебе тяжело. Даже может неуместно спрашивать, просто говорят, ну, у нас все хорошо. Что приходят моменты, когда мы не знаем, что даже себе сказать самому. Мы даже не знаем, что нам дальше делать. Мы не называем это депрессией. У нас их нету, но есть. У нас приходят моменты, когда мы стоим перед выбором следовать нам за Господом или остаться в состоянии плача о своем, унижения, остаться в этом всем и просто отвернуться от Бога. Приходит момент, когда мы говорим Богу, Боже, где ты? Или вообще не говорим. Мы просто закрываемся в самом себе и ожидаем, что мы разберемся с собой. Мы приходим в глубокое какое-то состояние, что даже не можем потом иногда выйти. Нам уже ничего милым не кажется. Мы можем улыбаться. Помните, как все творение? За улыбкой может быть скрытая ложь. Мы можем улыбаться. Все хорошо, все нормально, халилуйя, только отстань от меня. Не трогай меня. Мы даже не задаем вопрос, откуда у нас это берется. Мы даже не хотим вообще разобраться в этом всем. Оно все пройдет само. Не пройдет. Не пройдет. В дьяниях апостолов интересный есть пример. Семья, которая служила Господу, семья, которая всегда была уважением у всех, семья, которая входила в служение, все видели, что это семья вошла в служение. Но когда пришел некий человек, он пришел и принес что-то большего, и даже не остался видным перед всеми, почему-то они увидели. И мы знаем эту историю про Анания и Сафиры. Мы знаем, когда семья говорит, слушай, а что мы не можем принести большего? Что мы здесь самые худшие? Анания, она пошла домой. Анания, пошла домой. Он идет домой, они садятся в дом и говорят, что будем делать? Не знаю, что скажешь? Давай продадим имение. У нас их много, продадим одно из них. Он говорит, давай, а зачем? Ну как зачем? Мы принесем много денег, много денег принесем, и всем все будет понятно, что мы уважаемые и остались уважаемые. Разве только в этом стоит нам так унижаться в этом, чтобы приподнять свое я? Разве Бог не знает, как ты стоишь перед Ним? Они думают, что не знают. И когда Анания приносит к ногам апостолов, апостол Петр смотрел в его глаза, говорит, ну это ложу тебе руку на сердце. Все, что продали, вот это все гроши. И знаете, и разве Петр хотел что-то такое сказать ему, ну или унизить его, ну есть Бог, и ты соврал кому? Я думаю, вообще мы понимаем, что такое суверенность Господа. Мы имеем представление о том, что Дух Святой действующий во все времена. В Новом Завете за то, что человек обманул перед Господом и у Духу Святому был поражен. Его похоронили, приходит жена, думая, что там уже все приняли, все хорошо и стоит тоже перед Петром, на этих ходят все в красоте, а ты что пришел? говорит, тоже хочешь обмануть или ты уже обманула? И знаете, здесь гораздо глубже было то, что он говорит мужа твоего только что похоронили. И он говорит очень глубокое отношение, разве это не ваше ли было? разве вы не могли этим распоряжаться как вы хотели? Разве Богу было важно сколько ты перенесешь? Разве Господу было ну как-то по-другому смотреть на это все? Он говорит, зачем ты соврал? Зачем вы обманули это все перед Господом? Зачем? и не успел ничего сказать? Если Адам еще мог как-то говорить перед Богом и оправдываться, то она не могла уже. Вновь заветном отношении. Это не ветхое отношение, когда мы знаете, за грехи ты мог поплатиться с жизнью тут же реально. если ты не приносил жертву за грех, то ты мог умереть, но приносящий за грех жертву, ты был оправдан и Машех принес жертву за наши с вами грехи. Он принес жертву и мы не приносим жертвы сегодня. Мы не приносим. Так где нам лучше сидеть? На стуле правды или на стуле обмана? Что нам лучше принять? Правду или обман? Я верю, что Господь открыл в нас свою правду, свою истину, Он открыл, чтобы мы имели благословение, чтобы мы имея путь Его. Он не легок, но Он с Богом. Это благословение, которое Бог дает нам в жизни. Что нам лучше любить? Правду или лелеет свою неправду? Этот выбор, знаете, для меня, для моей жизни он становится явным. Если я опаздываю на какую-то встречу, я буду искренне говорить. Если я не пришел на домашнюю группу, то это не причина оправдания, это причина, что я вообще не хотел туда идти. И служение, которое мы с вами имеем, это благодатное время для нас с вами. Лучше время видеть нас друг друг друга в служении, на домашних группах, на молитвах, в общении нету лучшего времени. Просто все остальное, это время, там, где мы работаем, там, где мы находимся, и оно, знаете, оно нас сжимает. Оно нами руководит. А лукавый всегда будет хитро подходить, чтобы, знаете, с хитростью обмануть нас и украсть это время, которое есть Божие. А драгоценнейшее время, Он открыл, чтобы мы имели его. И через Маши Хаешуа мы имеем время благодатное. Мы имеем время молитвы, мы имеем время общения, и Он не скрывает своего лица, и Он не скрывается от нас. Это все, что я, знаете, вынес из своего сердца. Это все, что, знаете, я просто хотел сегодня вам донести. Это не была проповедь, это был, знаете, рассказ жизни. Это был мой личный рассказ. то, что иногда мы не хотим увидеть. Это то, что трудно понять. Это то, что необходимо рассмотреть и сделать вывод. И, знаете, я благодарен, чтобы у вас было время выслушать. Извините, что не так теологически. но я знаю, Господь вкладывает в сердце. Оно имеет отношение к нам. вкладывая. Вкладывая.